Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о теме «Полная и краткая форма имен прилагательных». Давайте с вами вспомним, что же такое полная и краткая форма прилагательных. Мы должны помнить, что как полную, так и краткую форму не имеют все прилагательные. То есть есть прилагательные, например, «горазд», «надобин», которые не имеют полную форму. И есть такие прилагательные, которые не имеют краткую форму. Помним, что краткую форму имеют только лишь качественные прилагательные, и снова же не все. Например, некоторые прилагательные, которые имеют значение цвета, не имеют краткой формы. Также не имеют краткой формы прилагательные, которые обозначают масть животных. Приступаем. В данном задании мы должны образовать от приведенных ниже прилагательных краткую форму и, конечно же, указать, от каких прилагательных нельзя образовать краткую форму и, конечно же, почему. Работаем. Случайный, случайен, случайно, случайно. Следовательно, конечно же, мы краткую форму от данного прилагательного образовать можем. Следующее. Наживной. Наживной. То есть от данного прилагательного мы, конечно же, краткую форму образовать не можем. Помним, еще раз вспоминаем, что если прилагательное, во-первых, первое, оно некачественное. Во-вторых, даже если качественно, но имеет соффикс «-н», от таких прилагательных мы не можем образовать краткую форму. И, конечно же, данное прилагательное не имеет краткой формы. Наивный. Наивно, наивен, наивно. И, конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Принципиальный. Принципиален. Принципиально. Принципиально. То есть данное прилагательное имеет краткую форму. Ставим здесь тоже плюс. Детский. Детский – это, конечно же, прилагательное некачественное. И, конечно же, краткую форму иметь не может. Далее. Сиреневый. Данное прилагательное качественное. Но так как обозначает цвет, от данного прилагательного мы образовать краткую форму не сможем. Гордый. Горд. Горда. Следовательно, конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Необычно. Необычно. Необычен. То есть данное прилагательное снова же имеет краткую форму. Ставим здесь тоже плюс. Пеги. Пеги – это масти лошади. Конечно же, от данного прилагательного мы образовать краткую форму не можем. Лиловый. Снова же цвет. Конечно же, от данного прилагательного мы образовать краткую форму не можем. Способный. Способен. Способна. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Ставим плюс. Следующее. Целебный. Целебен. Целебна. следовательно, данное прилагательное, конечно же, имеет краткую форму. Эллинский. Эллинский у нас, конечно же, некачественное прилагательное и, конечно же, не имеет краткую форму. Поэтичный. Поэтичен, поэтично. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Каурый, снова же масть. И, конечно же, данное прилагательное не имеет краткую форму. Бежевый цвет. Снова же данное прилагательное не имеет краткой формы. Гнилой, гнила, гнил, да? То есть гнила. Но помните, ребятки, даже когда мы образуем краткую форму, иногда нам сложно образовать ее именно в мужском роде. Но помним, что если мы можем образовать даже в женском роде, конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Помните, ребята, что прилагательные в краткой форме по падежам не изменяются. Они изменяются только лишь по родам и по числам. Разумный, разумен, разумно, разумно. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Старый, стар, стара, старо. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Нарядный, наряден, нарядно. Снова же, данное прилагательное имеет краткую форму. Смотрим. Прекраснейший. Как мы видим, то есть это, конечно же, качественное прилагательное, но данное прилагательное превосходной степени. Если у нас прилагательное превосходной степени, то есть имеет либо суффиксы, да, как в данном случае, либо приставки, которые обозначают высшую степень качества, то от таких прилагательных мы краткую форму образовать, конечно же, не можем. Тыквенный. Это, конечно же, некачественное прилагательное, от данного прилагательного мы образовать краткую форму, конечно же, не можем. Активный. Активно. Активен. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Глупый. Глуп. Глупа. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Гнидой. Снова же масть лошади. И, конечно же, от данного прилагательного мы образовать краткую форму не можем. Вкусный. Вкусен. Вкусна. Конечно же, имеет краткую форму. Поэтический. Поэтический, конечно же. Например, поэтический вечер. Это у нас прилагательное. От данного прилагательного мы образовать краткую форму не можем, потому что это некачественное прилагательное. И холостой, холост, конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. И поэтому мы здесь отмечаем плюсиком. Грубый, груб, груба, конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Озорной, озорна, то есть данное прилагательное снова же имеет краткую форму. Тяжелый, тяжела, тяжел. Ага, то есть данное прилагательное снова же имеет краткую форму. Буланный. Буланный конь. Снова же масть. Конечно же, данное прилагательное не имеет краткую форму. Сильный. Силён. Сильна. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Бредовый. От данного прилагательного мы не можем образовать краткую форму. Почему? Потому что данное прилагательное имеет суффикс офф. Смешон. Смешна. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Разливной. В слове разливной, конечно же, данное прилагательное не имеет краткой формы. Грешный. Грешен. Грешна. Данное прилагательное имеет краткую форму. Широченный. Снова же наше прилагательное, которое имеет суффикс, обозначающий высшую степень качества. Следовательно, от данного прилагательного мы, конечно же, образовать краткую форму не сможем. Кумачевый. Кумачевый – это цвет, который не имеет краткой формы. Резкий. Резок. Резка. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Саврасый. Саврасый. Конь. Снова же мазь лошади. Конечно же, не имеет краткой формы. Строгий. Строг. Строга. Данное прилагательное имеет краткую форму. Прелый. От слова прелый, конечно же, краткую форму образовать мы не можем. Ровненький, снова же прилагательный, с суффиксом «еньк». То есть от данного прилагательного мы образовать не сможем. Почему? Потому что имеет уменьшительно-ласкательный суффикс. Издевательский, издевательский. Мы от данного прилагательного не сможем образовать краткую форму. Почему? Потому что данное прилагательное имеет суффикс «эска». Любезный, любезен, любезно. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. Проливной. Проливной, конечно же, не имеет краткой формы. Воинский. Снова же данное прилагательное не имеет краткой формы, так как это не качественное прилагательное. Сестринский. То же самое, не имеет краткую форму. Беднейший. Снова же данное прилагательное не имеет. Почему? Здесь суффикс «ейш», обозначающий высшую степень качества. Трудный. Труден, трудна. Конечно же, данное прилагательное имеет краткую форму. книжный. Данная прилагательная, конечно же, не имеет краткой формы. Почему? Потому что это некачественная прилагательная. Ребята, выполнив данное задание, мы сможем сказать, почему некоторые прилагательные не имеют краткой формы. Как мы до этого сказали, краткую форму могут иметь только лишь качественные прилагательные, но снова же даже не все. То есть некоторые цвета и некоторые, конечно же, в масти животных, не имеют краткой формы. И потом, некоторые прилагательные, которые уже имеют суффиксы уменьшительно-ласкательные, либо преувеличение, конечно же, они не имеют краткой формы. И поэтому, выполняя задание, будьте очень внимательны. В данном задании мы должны найти предложения в прилагательные и определить их синтаксическую роль и подчеркнуть как члена предложения. И нам нужно будет указать, в каком предложении нет прилагательного. Приступаем. Все было ветхо, запущено, но в общем дом понравился. Все было каково. Ветхо, это у нас сказуемое, конечно же, вместе. Запущено тоже сказуемое, так как это не является прилагательным, поэтому его я не подчеркиваю. Запущено, что сделано, это у нас краткое причастие. День разгулялся, было солнечно и жарко. Было каково. Солнечно и жарко. Снова же, это у нас краткие прилагательные, они, конечно же, являются сказуемыми. Услуга в дружбе – вещь святая. То есть, услуга есть вещь святая. Конечно же, у нас данное прилагательное является сказуемым. Ребята, я подчеркиваю, только прилагательные. Почему? Потому что здесь нам нужно найти прилагательные и указать их синтаксическую роль. Здоровье мое – хорошо. Здоровье мое каково? Хорошо. Конечно же, это краткое прилагательное является сказуемым. Это все продолжает быть удивительным именно потому, что живые люди в цвете здоровья и силы решаются говорить языком тощим, чахлом, болезненным. Находим прилагательное. Это продолжает быть удивительным, то есть продолжает быть удивительным. Удивительным прилагательное, которое входит в состав сказуемого. Живые люди. Люди какие живые? Это у нас прилагательное полное, но является, конечно же, определением. Дальше решается говорить языком каким? Тощим, чахлом. Это, конечно же, у нас определение. Болезненным определением. Это у нас полное прилагательное. И последнее предложение. Эта встреча была непредвиденной. Что сделало мной? То есть в данном предложении нет прилагательного. Почему? Потому что слово непредвиденной, которое не предвидели, является причастием. Следовательно, мы нашли предложение, в котором нет прилагательного. Ребята, как вы заметили, что краткие прилагательные предложения являлись, конечно же, сказуемым. Полная форма могла быть как сказуемым, так и определением. Ребята, мы подошли к концу нашего урока. И надеюсь, вы поняли, что такое краткие прилагательные и чем они являются в предложении. Конечно же, помним, что краткую форму имеют только лишь качественные прилагательные и снова же не все. И что краткие прилагательные предложения являются сказуемыми. В связи с ситуацией с коронавирусом, ребята, будьте очень аккуратны. Почаще мойте руки, дезинфицируйте оргтехнику, гаджеты, проводите время с семьей, берегите себя и своих родных. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с такой темой, как абиотические факторы, влияющие на живые организмы. Запомните слово абиотические. Что они будут означать? Неживые факторы. Мы с вами знаем, что на живые организмы влияют различные элементы среды. Они могут быть. Биотические, то есть какие-то живые организмы влияют друг на друга. Абиотические, неживые организмы влияют друг на что-то. И антропогенные, то есть те факторы, которые созданы человеком. Итак, наше внимание займут сегодня абиотические факторы среды. Какие же это факторы? Температура, влажность, свет, давление, воздух, ветер и так далее. Это различные факторы неживой природы. Посмотрите, как же будет влиять температура на живые организмы. Влияние огромное. Давайте вспомним с вами. Если мы говорим о полюсах земного шара, мы знаем, что там температура бывает очень низкой. И, например, в области Арктики и Антарктиды не могут практически обитать такие животные, которые являются хладнокровными. И в то же время большое скопление этих животных будет находиться в области экватора. На самом деле, в тех местах, где среднемесячная температура бывает достаточно высокой, скопление живых организмов бывает гораздо выше. Температура, как я уже сказала, один из важнейших факторов расселения живых организмов. И посмотрите, ребята, почему я разделила этих животных на две группы. С этой стороны млекопитающие и птицы, с этой стороны рыбы, присмыкающиеся и земноводные. Дело в том, что данное животное является хладнокровным, то есть температура их тела зависит от температуры окружающей среды, а млекопитающие птицы являются теплокровными. Их температура не зависит от температуры окружающей среды. Если, например, скажем, волк, который будет находиться в зоне экватора, и этот же волк будет находиться в зоне Арктики, его температура будет и там, и там одинаковой. Давайте посмотрим следующее. Как же еще влияет температура? Вот я хочу привести такой пример, о котором у вас в учебнике не сказано. Вот в Австралии обитает ящерица, так называемая бородатая агама. И в зависимости от того, какая будет температура окружающей среды, из яйца разовьется или самка, или самец. И вот, например, если очень сильная бывает жара, то появляется больше самок. При нормальной температуре из яиц будут появляться самцы. Но если температура повышается, то, по идее, из этого яйца должен был вылупиться самец, но вылупляется самка. Вот видите, как температура может повлиять на пол. Что же еще влияет на живые организмы? Конечно, влияет влага. Вы помните, что составную часть клетки составляет цитоплазма, основу, а в цитоплазме большая часть цитоплазмы составляет вода. Как же влага может влиять? Во-первых, мы прекрасно знаем, если живые организмы имеют клеточное строение, соответственно, и они содержат больше всего в своем организме воды. Вода необходима, если мы возьмем, например, с вами человека. Для чего нам необходима вода? Первое. Все процессы химические, проходящие в клетках, проходят в растворенном состоянии. Вода защищает внутренние органы. Непосредственно, скажем, мы знаем с вами, например, кровь переносит питательные вещества и кислород по нашему организму, а основной составной частью крови как раз тоже является вода. Участвует в терморегуляции. Вспомните, пожалуйста, когда у человека повышается температура, мы стараемся вызвать у него потоотделение, потому что вода, испаряясь с поверхности нашего тела, забирает как бы часть тепла и организм охлаждается. Одним из, будем говорить, основных таких факторов здоровья любого организма является то, чтобы вода была чистой. Честно, не в смысле того, что там не было бы примеси какой-либо песка или глины, а химически чистой, чтобы там не было примесей различных веществ, например, соли тяжелых металлов или загрязнения фенолами и так далее. Еще плюс к тому, иногда вода содержит большое количество микроорганизмов. Например, если это сточные воды, то там, естественно, содержатся такие микроорганизмы, как кишечная палочка или различные бактерии, которые могут вызвать заболевания у людей, а в том числе и у многих животных. Итак, ребята, давайте посмотрим с вами, каким образом влияет свет. У света мы различаем видимый спектр, инфракрасные лучи и ультрафиолетовая часть спектра. Видимый свет, понятно, это необходим для всех организмов. Инфракрасное излучение представляет собой тепловые лучи, которые регулируют как раз температуру у хладнокровных организмов, но также они необходимы, например, растениям для их благоприятного произрастания. А ультрафиолетовые лучи, если это более длинные ультрафиолетовые лучи, они жизненно необходимы нам. Почему? Например, под воздействием ультрафиолетовых лучей, попадающих на нашу кожу, вырабатывается такой витамин, как витамин D. Он необходим нам как раз-таки для установления нашего иммунитета. А более короткие ультрафиолетовые лучи, они губительны для всего живого. Счастью, нас от них защищает озоновый слой, но иногда ультрафиолетовых лучей бывает очень много, и человек или, например, живые организмы могут действительно погибнуть от них. Увеличение, как мы уже сказали, солнечной радиации может вызвать у людей, скажем, злокачественные опухоли. Вот, ребята, скажем, очень часто люди, проводящие много времени на открытом солнце в определенное время дня, кожа не успевает выработать защитный пигмент, и часто появляется такое заболевание, наблюдается заболевание, как рак кожи. Было выявлено, что наиболее благоприятными условиями для человека является температура 18-20 градусов, но при этом влажность воздуха должна быть 40-60%. Вот когда бывает более сухой воздух, человеку бывает тяжело дышать. Если вы хорошо вспомните, то из области химии вы должны знать следующее. При повышении температуры растворимость газов уменьшается. Если бывает очень высокая температура и недостаточная влажность, то нам бывает сложно дышать, потому что кислород нами плохо усваивается. И в том числе, например, для обитателя океана это тем более опасно. У человека, когда бывает достаточное благоприятное условие, мы чувствуем себя прекрасно. У нас повышается настроение, мы, конечно, радуемся с вами солнышку, радуемся приятной для нас температуре, когда нам не бывает ни холодно, ни жарко. И, естественно, у нас увеличивается так называемая работоспособность, потому что в данное время все наши силы бывают направлены на то, чтобы мы можем работать, а не на то, чтобы бороться с неблагоприятными условиями среды. Погода тоже влияет на человека. Вы очень часто слышите, что существуют такие люди, и большинство таких людей так называемые метеозависимые люди. Но в чем же дело? Дело в том, что когда происходит изменение атмосферного давления, то снижается насыщение крови кислородом. Это раз. Во-вторых, изменение давления, изменение влажности при изменении погоды также влияет на нервные окончания. У человека могут начаться головные боли, он может быть более раздражительным, нервозность появляется. И, в принципе, если человек абсолютно здоров, то он хорошо адаптирован к изменениям погоды. Но с возрастом, либо с какими-то физическими недостатками люди, они очень плохо переносят изменения погоды. То есть они являются метеозависимыми. Пожалуйста, ребята, прочтите в учебнике, как абиотические факторы влияют на живые организмы. Это у нас страница 78, глава 2, параграф 4. И посмотрите, сделайте все задания к этому параграфу. До свидания. Всего хорошего. Здравствуйте, дорогие десятиклассники. Сегодня мы с вами в продолжении темы механического движения рассмотрим разные виды движения. Начнем с самого простого, то есть равномерного прямолинейного движения. То есть когда тело движется по прямой траектории с постоянной скоростью. Такой вид движения называется равномерный прямолинейный. Он очень редко встречается в обычной жизни, тем более в природе. Далее следующий вид движения. Движение неравномерное. Это может быть как равноускоренное, так и равнозамедленное. То есть движение, происходящее с меняющейся по направлению и по числовому значению скорости. А также движение Земли вокруг Солнца и движение Луны вокруг Земли. Обратите внимание, этот вид движения происходит по заданной орбите, то есть движение по окружности. Следующий вид движения, который мы с вами сегодня рассмотрим, движение, происходящее вокруг закрепленной точки. То есть движение, происходящее вокруг неподвижной точки. Обратите внимание, пружина находится в равновесии. Теперь, подвешивая груз к данному динамометру, я вижу, что пружина начинает двигаться, то есть совершает определенные движения, но опять же возвращается в исходную точку, то есть точку, где закреплена пружина. Такой вид движения, который происходит вокруг неподвижной точки, называется колебательным движением. Колебательное движение – движение, которое происходит с определенной заданной амплитудой, то есть движение, которое не распространяется в пространстве. То есть если у нас с вами движение Земли вокруг Солнца, то оно совершает по строго определенной орбите и совершает заданную данным радиусом данной орбиты пройденный путь. Так вот, если у меня тело совершает определенные движения вокруг неподвижной точки, такой вид движения называется колебаниями. Колебания бывают двух основных типов. Колебания затухающие, мы еще их называем свободные, и затухания вынужденные, которые мы называем гармоническими колебаниями. Давайте на примере вот этой модели посмотрим, как происходит колебательное движение в той или иной среде. То есть происходит перенос энергии от одной части, которая начала движение, в другой части. Обратите внимание, вот здесь у меня модель колебания. То есть у меня вот здесь модель маятников. Маятник – это модель, в которой появляются гармонические колебания или же свободные колебания. Обратите внимание, он передает энергию этой частице. Далее она передает сюда. Вот смотрите, здесь у нас сиреневый шарик, оранжевый, желтый, красный и так далее. Если я буду рассматривать данное движение за определенный промежуток времени, то есть за период, мы с вами увидим, что это движение будет представлять собой синусоидальное. То есть траекторию у нее будет представлять собой синус. Мы с вами знаем, что синус – это функция тригонометрическая, а график этой функции является синусоидой. И она имеет вид волнообразной, значит, кривой. Давайте перейдем к доске и посмотрим, какие основные характеристики имеет данный вид движения. Итак, обратите внимание, здесь у нас с вами изображено данный вид движения, то есть на примере данного маятника. У нас два маятника с вами. Один подвешен на нити, то есть это называется математический маятник. Второй модель изображена здесь, у нас пружинный маятник. Итак, если у меня на упругой нерастяжимой нити находится груз, и я его вывожу из состояния равновесия, то есть он висел здесь спокойненько, мы его вывели на определенное расстояние. Что будет происходить с данным грузом? Естественно, что он будет двигаться, начнет свое движение в разных направлениях. То есть он вначале пересечет свою точку равновесия устойчивого, потом поднимется в левый угол, затем вернется сюда, поднимется в правый угол. Если бы не было в данном примере, в данном опыте, у нас с вами не было бы воздуха, то есть мы находились бы в безвоздушном пространстве. Почему я говорю о воздухе? Потому что воздух создает трение, сопротивление, разновидность трения, сопротивление воздуха. А естественно, что трение и сопротивление воздуха, они уменьшают энергию движения, уменьшают скорость. Поэтому, так как мы находимся на земле и вокруг нас находится воздушная оболочка атмосферы, таким образом она будет влиять на данное движение. И что я получаю? Через какое-то время, если я не буду поддерживать колебательный процесс, через какое-то время они затухнут. Вот такого рода колебания, которые происходят под действием, один раз под действовавшие силы, называются затухающими или свободными. Если вы обращали внимание, выходя из дома, первым делом мы смотрим за окном, колеблется ли крона деревьев, или же если у нас где-то поблизости находится здание, на нём находится флаг, движется ли флаг. Если такого не происходит, мы знаем, что ветра нет. Если только мы наблюдаем такого рода движения, мы понимаем, что на улице ветер, и надо одеваться теплее. Так вот, при таком движении, при котором тело совершает повторяющиеся колебания, будут называться постоянными или гармоническими. То есть гармонические колебания – колебания, которые происходят под действием постоянной силы. И они, сохраняя свою скорость, неизменны. То есть V равно констант. Это модель колебательного движения. Далее у меня может быть, как на динамометре, пружинный маятник. То есть вдоль растяжения пружины данный груз будет совершать движение вправо, влево. Таким образом, он будет двигаться до тех пор, пока не сякнет его энергия и скорость не станет равна нулю. Опять же, смодулируем ситуацию, что мы с вами не на Земле, а где-то в другой части нашей с вами галактики, тогда, да, движение будет постоянным. Но реально так не происходит. Или же мы будем постоянной силой действовать на данный вид движения, да, колебания будут неизменными, то есть гармоническими. Итак, основные кинетические характеристики данного вида движения – это смещение, амплитуда, частота и период. Что такое смещение? То есть то расстояние, на которое вывели мы его из состояния покоя, из состояния равновесия. А вот максимальное смещение, на которое сдвигается данный груз, данное тело в колебательном движении, называется амплитудой. Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот, момент колебательного движения. Величина обратная периоду называется частотой. То есть она показывает, как часто тело совершает то или иное колебание. Давайте посмотрим, в каких единицах и по каким формулам мы будем вычислять данные физические величины. Амплитуда обозначается буквой А, равна она максимальному значению смещения. Смещение обозначается буквой Х, значит, является в системе Си за ее единицу мы принимаем один метр. То есть это расстояние. Может быть, обозначается и Л, но в данном случае мы берем его как Х. Амплитуда – максимальное смещение тела в момент колебаний. То есть шаг данного колебания тоже вычисляется в одним метрам. Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот или один полный колебательный процесс. Обратите внимание, формула периода Т малое делить на Н. Т малое – это время, за которое тело совершило Н оборотов или Н колебаний. Таким образом, Т равно 1 секунда, так как время вычисляется в секундах, а Н – это измеряемая величина. То есть нет у нее единицы измерений, как бы штук колебаний. Величина обратная периоду называется частотой. Частота имеет две формулы. Первая формула – 1 делить на Т. Вторая формула, так как это Т равно Т малое делить на Н, мы переворачиваем. Будет Н делить на Т. За единицу частоты в системе С принимается секунда в минус первой степени или 1 Гц. Есть еще у нас циклическая частота. Мы ее обозначаем буквой Омега. Она показывает количество колебаний, то есть число колебаний за период, взятый через время 2π. То есть у меня Омега равно 2π делить на Т или 2π ν. За единицу циклической частоты принимается 1 радиан. Так как это движение является разновидностью механического движения, значит, как и все виды движения, оно имеет уравнение движения. Уравнением движения для гармонических колебаний мы будем записывать следующим образом. х равно хм, так как функциональная зависимость между ними, как я и говорила, либо синусоидальная, либо через функцию косинус мы выражаем, поэтому мы пишем х равно хм косинус Омега Т или х равен хм синус Омега Т. Если движение, данное гармоническое движение происходит по закону синуса, тогда график будет выражаться вот этой функцией. То есть вот это графическое представление данного вида гармонического колебания. Если по закону косинуса, то будет данным графиком данным. В чем разница этих двух графиков? Если вы обратите внимание, вот первый график, соответствующий функции х равно хм синус А, начинается откуда? С начала координат, с начальной точки. Для косинуса он у нас смещается на максимальное значение. Это говорит о том, что между функцией синус и косинус существует разность хода, то есть разность фаз. Давайте на примере решения задач посмотрим, как решаются данные задачи по этой теме. Нам даны две задачи. Первая задача. Найти период и частоту колебательного движения, у которого за 10 минут колебаний было совершено 120 колебательных процессов. Значит, что мы делаем? Мы пишем t равно формулу, естественно, периода, равно t малое делить на n. n не имеет единицы измерения, а вот t 10 минут я обязательно должна перевести в секунды. У меня будет 600 секунд. Итак, t большое равно, то есть период равен 5 секундам. 600 делим на 120, получаем 5. Здесь мы просто переворачиваем значение t. То есть если я получила 5, то частота будет 0,2 Гц или 1,5. Далее нам во второй задаче дается график зависимости колебательного движения. Значит, амплитуда колебаний у нас 8 см. просят найти период и также частоту. Мы находим период. Начинается наше колебательное движение, будем смотреть, 1, 2, 3, 4, 5, вот между этими двумя точками. Значит, период колебаний у нас равен 5 секунд. А также частота у нас будет равна величине обратной периоду, значит, будет 0,2 Гц. Итак, мы сегодня с вами познакомились с одним отдельно стоящим, как мы говорим, движением, разновидностью движения, таким как колебания и волны. Пока волны мы трогать не будем, мы будем говорить о колебаниях. Что мы сегодня с вами узнали на уроке? Колебания – это движение, происходящее вокруг неподвижной точки. В отличие от других видов движения, у нее данному виду разновидности движения присущи собственные определенные параметры и величины, такие как период, частота, амплитуда, разность хода. Есть у меня график, то разность хода данных функций. На сегодня все. Успехов вам. Увидимся еще. До свидания. Продолжение следует...